Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова Виктор Медведев И так как разбор задания 24 по истории уже собрал больше 110 даже лайков То нужно делать новый разбор и будем поддерживать, так скажем, определенный порядок В этот раз разбор будет по обществознанию Так, для этого мы зайдем в мою группу по обществознанию И найдем здесь один из интенсивов, который я не так давно давал решать ученикам И так, вот интенсив, это всеми любимое задание по плану Влияние природы на человека и общество Ну и сделали его, мягко говоря, не очень хорошо Если мы посмотрим баллы 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0 То есть, видимо, этот план вызвал определенные затруднения Поэтому я решил, что будет правильным разобрать этот интенсив И так, вот я его уже скопировал И сейчас попытаемся понять, по какой же логике нужно было строить свой ответ Для того, чтобы получить максимальный балл Ну, для начала, что такое вообще план? План это конспект по той или иной теме То есть, нужно кратко, сжато обрисовать содержание той или иной темы Чтобы у эксперта возникло понимание того, что у вас есть знания по этой теме С планом почему-то возникают большие сложности Хотя, на самом деле, никакой проблемы в этом задании нет То есть, здесь главное понять тему и раскрыть ее с точки зрения теории Ничего сложного, как видите Итак, тема здесь – влияние природы на человека и общество Очень часто первый пункт звучит как понятие природы Или понятие чего-либо Я не рекомендую делать этот пункт, потому что это очень абстрактный пункт То есть, лучше написать какой-то пункт, который так или иначе отражает ваши знания Вообще, взаимосвязь природы и общества – это есть такое свойство, как открытость То есть, вы уже в первом пункте можете продемонстрировать свои знания Например, написать «Открытость общества как система, выраженная во взаимодействии с природой» То есть, тем самым, вы уже подчеркнули для эксперта, что вы знаете такой признак общества, который связан с темой планы, как открытость Это первое, что нужно сделать Сейчас мы тут еще сделаем, чтобы все красиво смотрелось Далее, смотрите, нужно идти строго по заданной теме Тема называется у нас «Влияние природы на человека и общество» Поэтому мы уже показали, как общество связано с природой Кратко начали эту тему И пишем первый план Второй пункт плана – «Влияние природы на общество» Итак, что здесь нужно отразить? Здесь я рекомендую использовать слово «основные», потому что мы не можем перечислить все виды влияния Поэтому основные проявления – влияние природы на общество Итак, как природа может влиять на все общество в целом? Например, она может оказать влияние на экономику в той или иной стране Потому что если у нас, например, благоприятные климатические условия для выращивания бананов Мы будем одним образом Если у нас нефть-газ, мы другим образом будем строить экономику государства Поэтому так и пишите «Влияет на хозяйственную специализацию государства» Кроме того, каким образом еще природа может у нас повлиять на общество? Она определяет темпы социального развития Потому что одно дело – это жить в условиях вечной мерзлоты Другое дело – жить в благоприятном каком-то климатическом поясе То есть можно написать, что природа определяет темпы социального развития То есть от природных условий будет зависеть то, насколько быстро или медленно вообще у нас будет развиваться общество Что еще? Безусловно, природа влияет на менталитет народа То есть менталитет русского народа или менталитет европейского народа Он, конечно, в значительной степени или менталитет американского народа в значительной степени отличается То есть, можно сказать, оказывает влияние на менталитет народа. Да, то есть, вы здесь должны именно раскрывать понятие общества. Как либо население той или иной страны, либо общество в широком смысле. Но главное здесь не уйти в какие-то частные детали. Можно сказать, природные катастрофы, влияющие на развитие страны. То есть, этого в принципе 4-4 пунктов вполне здесь достаточно. Далее, опять же, идем четко по плану. Мы должны показать влияние природы, но теперь уже на человека. Поэтому так и пишите. Основные проявления влияния природы на человека. Итак, что здесь стоит отразить? Здесь мы должны уже говорить не об уровне общества, а об уровне отдельного человека. Показать, как на него влияет природа. Во-первых, природа для него служит естественной средой обитания. Именно в природе находится человек. Служит естественной средой обитания. Природа коренным образом влияет, в значительной степени влияет на здоровье человека. То есть, оказывает влияние на здоровье человека. Потом, что еще здесь можно написать? Она, ну это достаточно такая распространенная формулировка, служит источником вдохновения и красоты. Именно из природы писатели, поэты черпают мотивы для своих произведений. Поэтому этот пункт тоже будет смотреться достаточно уместно. Ну и, конечно, является источником ресурсов. То есть, здесь мы с вами показали, как вообще у нас влияет природа на общество, на человека. Дальше можно здесь добавить такой пункт принципы. Опять же, не забываем слово основные. Основные принципы взаимодействия с природой в 21 веке. И здесь мы можем написать, это решение экологических проблем. Но это даже не принцип, это будет проявление. Это уважительное и рациональное отношение к природным ресурсам. То есть, человек не должен расточительно относиться. Это диалог, некий между природой. То есть, это, конечно же, диалог. Это партнерство. И это сотрудничество. То есть, это те принципы, на которых базируется вообще взаимодействие человека и природы в современном обществе, направленное на решение возникших проблем. Ну и можно добавить еще один пункт. Например, этапы. То есть, такой экскурс в историю. Этапы взаимодействия. Это не обязательно, но для того, чтобы уж точно раскрыть всю тему, можно рассмотреть этапы взаимодействия природы и общества. То есть, что происходило вначале. То есть, в самом далеком-далеком времени взаимодействие природы и общества сводилось к тому, что человек просто присваивал готовые, произведенные природой продукты. Это грибы, ягоды, еще какие-то вещи. То есть, это так и пишите. Присвоение готовых продуктов природы человеком. Далее, что произошло? Произошел рост производительных сил общества и началось потребительское отношение к природе. Как раз здесь и возникают глобальные проблемы. Это уже этап индустриального общества. Это рост производительных сил общества и потребительское отношение к природе. И последнее, переход от стихийного, то, что мы писали в пункте B, переход от стихийного потребления природных ресурсов. То, о чем мы с вами писали в четвертом пункте. К поиску компромиссов с природой. То есть, мы здесь очень логично и последовательно раскрыли план в той теме, которая нам была предложена. Мы показали, как влияет природа на человека. Можно даже это поставить первым раз, это в плане первым. То есть, чтобы соблюсти всю логику. Так, тут у нас почему-то съехала нумерация. Сейчас мы все дело исправим. То есть, мы показали влияние природы на человека. После этого мы показали влияние природы на общество. Показали, как вообще взаимодействуют у нас между собой природа и общество. И на каких принципах должно строиться это взаимодействие. Даже если вы не напишите пятый пункт, это все равно уже будет максимальный балл. Главное не писать абстрактных пунктов. Да, это общество в узком широком значении, природа в узком широком, понятие общества, понятие природы. Потому что это не раскрывает и не отражает сути плана. И главный совет, который мы в нашем центре репетиторской империи используем в плане, это практика. Вот посмотрите, да, после нескольких планов, которые мы публикуем, как я уже сказал, каждый день, да, посмотрите, результаты уже говорят сами за себя 2, 2, 3, 3, 3. То есть, виден прогресс. Поэтому, хотите научиться, практикуйтесь, решайте и будет вам в жизни счастье. С вами был Виктор Медведев. Если было полезно, ставьте лайки и быстрее будут появляться новые обзоры. Всего доброго.